«Люби Бога и делай что хочешь» — эти слова определили весь творческий путь рязанского художника Андрея Миронова. Евангельские мотивы стали в его творчестве главными, а совсем недавно художник выпустил свой первый литературный труд. В книге автор делится с читателем своими размышлениями о месте и значении искусства в современном мире. «Воскрешение Лазаря», «Христос и грешница», «Предательство Иуды» — эти картины посвящены классическим сюжетам. Сам художник отмечает, что ориентиром и в творчестве для него всегда выступали живописцы XVI века. Поэтому писать о вечном, добре и зле, страдании Христа за людей, раскаянии в грехах — для него так же естественно, как жить. Передать людям хоть немного света и добра — первоочередная задача для того, кто берет в руки кисть. Особенно важно, что специального художественного образования у Андрея Миронова нет. Все его труды созданы не мастерством ремесленника, а душой, в которой живет Бог. Я считаю, что это вполне естественно и органично. Для верующего человека обращение к теме православия — это, по-моему, очень естественно. И было бы странно, если бы человек не писал на эту тему. Андрей Миронов, не раз принимавший участие в общероссийских и международных выставках, ворвался в мир искусствостремительно и прочно занял в нем свои позиции. У художника уже есть свои почитатели. И хотя склонность к живописи появилась у него в раннем возрасте, целенаправленно заниматься творчеством он начал немногим более пяти лет назад. За это короткое время было создано множество картин самых разных жанров — натюрмортов, пейзажей и портретов. Но по-прежнему, как и раньше, в самом начале пути художника большая доля его работ посвящена христианским мотивам. Некоторые картины Андрей Миронов передал Казанскому женскому монастырю. По признанию самого автора, все работы для него любимые. И каждая картина становится важной вехой на пути развития художественного таланта. Спросите мать, есть ли у нее любимые дети. Ну, конечно же, все мои картины, они любимые. Есть, конечно, картины, которые более удачные, есть менее удачные. Богатая палитра красок и множество разнообразных сюжетов — залог успеха Андрея Миронова. Уже в ближайшее время, 14 мая, познакомиться с удивительными картинами рязанского художника смогут и жители подмосковной Каширы. В местном краеведческом музее состоится выставка его работ. Екатерина Сазонова, Михаил Иванов, телекомпания «Эхо». Субтитры подогнал «Симон»